Благодарность и почетные грамоты вручил глава города Сергей Сергеев ответственным за подготовку и проведение праздника, посвященного открытию курортного сезона в Анапе. И еще одно поздравление от начальника 11-го отряда противопожарной службы Владимира Савиновских. Анапчане заняли третье место в профессиональном смотре-конкурсе среди представителей всех муниципалитетов края. Общее дело должно быть общим, Сергей Сергеев напомнил своим заместителям и начальникам городских управлений. Когда открывали футбольный клуб Анапа, глава курорта пообещал поддерживать клуб. Если анапчане будут поддерживать большой футбол. На последнем состоявшемся матче на трибунах было немноголюдно. Для кого мы это делаем? Тратим эти средства. Для кого? Я лучше в Юровке, а спать постелю новый. Понимаете? Хотя это внебюджетные средства, мы бюджет не тратим ни копейки, но лучше я зайти в внебюджетные средства и сделаю вот такие дела. Детально тему ремонта сельских дорог обсудили в рамках контрольного вопроса планерки. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов выступил с докладом. Анапа в очередной раз вошла в число участников краевой программы. На условиях софинансирования на капитальный ремонт автомобильных дорог в этом году будет направлено более 52 миллионов рублей. По поручению главы курорта Сергея Сергеева, приоритет в этой работе отдадут сельским населенным пунктам. В конце июня, начале июля к ремонту дорожного полотна приступят в Анапском, Гастагаевском, Виноградном, Витязевском, Джигинском, Приморском и Субсехском сельских округах. Работы много, сроки ее проведения определены. Акцентировать внимание мэр поручил восстановлению подъездных путей к социальным объектам и обустройству тротуаров, согласно наказам и просьбам жителей. Это несложно. И пропорционально дорога, которая есть протяжок. Если это проездная, гостевая дорога, которая летом используется отдыхающим, то, соответственно, этот опыт должен немножко больше средств получить. Посмотрите, те дороги, где дети идут в школу. Есть ли там тротуары. Первый вице-мэр Светлана Яровая, проанализировав базу обращений граждан в МФЦ, отметила нарушения в сроках подготовки ответов и их качеству. 151 обращение рассмотрено с нарушением срока. Управление имущественных отношений 4 обращения с нарушением. Архитектура и здравостроительство 13, ЖКК 15. И управление социальной защитной населения с 8 обращения. Значит, решение будет следующее. По муниципальным службам мы проведем буквально день-два служебных проектов со соответствующими выводами и исправлением ситуации. В адрес Рюмила Михайловна Бузенка я отправлю сегодня до конца дня соответствующее письмо. Сделаю на нем, навести порядок, взять на контроль и исправить ситуацию. 49 протоколов за неделю составили сотрудники управления муниципального контроля по результатам проверок соблюдения правил застройки и размещения торговых точек. Информацию о каждом нарушителе выкладывают на официальный сайт администрации города. Проверить, каким производителям отдают предпочтение руководители дошкольных учреждений образований при закупке продуктов питания, поручил соответствующим службам глава города Сергей Сергеев. Пожалуйста, организуйте контрольные мероприятия. Сегодня это вовремя у вас, контрольные в каком праве. Пришли в детское дошкольное учреждение, открыли холодильник, а там масло Ставропольского края сделано. Намек понять? Да. И тогда в обратную сторону расключивайте. Кто проводил закупки и так далее, и так далее. У нас что, на Кубани не выпускают? Или цена там дешевле? Но если дешевле, то проведите анализу Владимиру подскажет, где провести анализ. И вы приятно удивитесь, что там. Я уже приводил пример, почему по маслу. Да, изготовление одного килограмма сливочного масла, сколько надо молока, который стоит на процентной жирности? 21 килограмм. Посчитайте закупочную цену, амортизация, производство, и получится, что килограмм сливочного масла, настоящего, должен стоить не менее 240-260 рублей. Покажите мне такое масло власти. На рынке можно. А это дети кушают. И потом мы удивляемся. Почему же они у нас в обморок падают? 45 выпускников школ представляют город-курорт на губернаторском балу, а 25 июня для всех выпускников школ пройдет праздник Алая паруса. Начнется он у фонтанного комплекса у здания администрации города и продолжится на театральной площади. В этом году 1615 выпускников 9 классов и 641 выпускники 11 классов.